В Китае новый глава государства Экономики и борьба с коррупцией Сотрясавшие скандалами страну в последнее время Власти обеспокоены тем, что молодежь активно перенимает западные ценности И не готова трудиться на благо Поднебесной бескорыстно Даже развернули активную пропаганду образа идеального китайца Вот только со своей задачей он пока не справляется Его лицо на афишах, листовках и флагах Винтовка, шапка-ушанка и взгляд в прекрасное далеко Народный герой середины прошлого века Бескорыстный сержант Лэй Фэн и в новой эпохе образец идеального китайца Нам учитель много рассказывал о нем Вот мы приехали на обязательную экскурсию А после нужно будет написать сочинение про жизнь и подвиги Лэй Фэна Биография героя безупречна После Второй мировой войны сирота Лэй Фэн сын полка Народно-освободительной армии Потом вступил в партию и отправился служить в автомобильную бригаду Изнурительная работа в две смены Бескорыстная помощь товарищам и крестьянам, которым герой отдавал Все свое жалование Сам он жил скромно, а на досуге читал труды председателя Мао Он не был сиротой, партия была его семьей Жалко, что в 22 года он трагически погиб Хорошо, что остался его дневник, в который он записывал свои мысли и дела Всекитайская слава нашла героя уже после смерти В 1963 году председатель Мао, если верить источникам, узнал о добрых делах сержанта и велел всей стране равняться на него Учитесь у товарища Лэй Фэна Эту фразу великого кормчего быстро превратили в лозунг Как ее говорили и Дэн Сяопин, и Дзян Зимин, и даже новый генсек Си Дзин Пин 50 лет спустя От повсеместной пропаганды подвигов Лэй Фэна укрыться практически невозможно В армии, институтах и заводах у героев с прошлого, с плакатов призывает новое поколение беззаветно служить народу и партии В свое время мы стремились быть такими, как Лэй Фэн Мы не думали о личной выгоде и о деньгах Наши дети и внуки тоже должны работать на благо Родины Но образ героя уже не так однозначен, как прежде Историки сомневаются Одни считают дневник Лэй Фэна фальшивкой Другие разглядели на сержанте шерстяные брюки и кожаные ботинки Большую роскошь в те времена Иные же вообще полагают, что Лэй Фэн не реальный человек, а собирательный образ идеального члена партии Не буду лицемерить, китайцы моего поколения не воспринимают Лэй Фэна серьезно Да и как можно говорить серьезно о надуманном герое В наше время в кумиры мы скорее выберем Стива Джобса, реального человека-миллиардера Тем временем отдел пропаганды КНР не сдается Обществу, погрязшему в коррупции, нужны бескорыстные идеалы Пока не придумали нового героя, про старого, снова снимают кино и пишут книги Его портреты в одном ряду с Че Геварой и Маутсдуном расходятся миллионными тиражами Марина Чайко, Владимир Жевский, Первый канал, Пекин